Десятки миллиардов рублей уйдут на реконструкции новых автомобильных развязок в Иркутске. И это только предварительная цифра. А вот неудобства и даже угроза, которую они несут для автомобилистов, вполне реальные. Где по планам пройдут самые масштабные работы? И как к этому относятся владельцы машин, узнаете в нашем следующем материале. С одного конца пусто, с другого густо. Такую поговорку можно применить к Лермонтовской развязке, съезду с Академического моста в сторону микрорайонов Университетский и Первомайский в Иркутске. Уже не первый год развязку здесь планируют реконструировать по типу клевер. На новом транспортном узле предусмотрено расширение проезжей части и выделение полос для общественного транспорта. А чтобы гол машин не доносился до жилых домов, установят шумоподавляющие экраны. Правда, пока проект еще не приняли. А мнение автомобилистов, пометуя ремонт на Джамбула, уже разделилось. Давно пора было, дороги уже. Правда, привезти машины прибавляются в городе, ничего не делается. Сейчас, если будут делать, наверное, что-то исправится все-таки. Сложно. Проекты такие реализуются, как правило, не за один день, не за один месяц и даже не за один год. Не знаю, такие серьезные моменты. Не скажу, что это будет в пользу. Еще один важный участок дорожной цепочки Иркутска – Байкальское кольцо. Сегодня объявлен аукцион на разработку его проекта реконструкции. Возможно, здесь появится двухуровневая развязка. Что это будет – эстакада, либо туннель – пока неизвестно. Тем не менее, с момента запуска там автомобильного движения, то есть около 50 лет назад, кардинально проезд не менялся. Такой поток, вообще-то, это Байкальское, забито ужасно. И как только час пик с Лисихи до Байкальской полностью стоит. Там, если гаишника нет, там, наверное, так надо, потому что поток большой сильно идет по Байкальской. Или разгружать по берегу надо делать дорогу, чтобы там легче было. Я не знаю. Наверное, что там-то надо строить. Строить в городе также необходима развязку по улице Пескунова, проводить реконструкцию Кайского путепровода и довершать модернизацию Маратовской развязки. Стоимость каждого проекта варьируется в районе нескольких десятков миллионов рублей. Но на само строительство, по самым скромным подсчетам, на каждый объект потребуется около 7-8 миллиардов рублей. Средства планируют запрашивать у Федерации и областного правительства. Однако результат в конечном счете должен быть оправдан. Прямо приступить к реализации со следующего года, там, возможно, даже с 23-го года у нас не получится. Все зависит, опять же, от федерального финансирования. Бюджет не резиновый. Чего мы ждем? В первую очередь увеличение пропускной способности. Дополнительная организация, скажем так, выделенных полос под общественный транспорт, поскольку это тоже уже назрела, скажем так, необходимость по городу Иркутску. Я не считаю, что мы город второго или третьего сорта. Чтобы не быть в числе аутсайдеров по городской инфраструктуре и нужны данные преобразования, многие из которых назрели давно. Конечно, будут и недовольства горожан перекрытием улиц и изменением схемы движения. Но, как говорится, не разбив яиц, омлет не сделаешь. И чтобы Иркутск окончательно не задохнулся в автомобильных пробках, реконструкции дорог, мостов и развязок просто не миновать. Олег Федоров, Владимир Пинаев, Павел Рютин. Новости по будням.